привет привет основная проблема всех этих композиций то что нет понимания как работать с референсом как его изучать то есть и та и другая композиция по сути дела это рисование по интуиции с минимальным опором на референс то есть да в общем у тебя есть шарик у тебя есть кубик они где-то в голове есть и ты опираешься на тот образ который находится у тебя в голове в мозгу наша задача научить тебя видеть то что действительно происходит в картинке те упражнения которые мы делали они должны обратить твое внимание на то что на самом деле что-то происходит что их не все так просто и что есть разные зоны светотений что надо стараться когда ты приступаешь к любой работе неважно человек это или какой-то предмет тебе нужно самому сначала глазами увидеть что-то я изучал что-то про собственные тени а я их сейчас вижу ты не просто смотришь на какие-то пятна абстрактные и повторяешь пытаешься повторить ты у тебя есть схема если ты вдруг схему забыл тут и просто вбиваешь в гугле светотень шара и вспоминаешь более того у тебя прекрасные твои собственные материалы которые ты только что сделал ты можешь открыть и проверить действительно ли у тебя например шар соответствует тому что изображено как я уже сказала не стоит ставить на всех композициях свет сзади во первых это крайне редкий вариант обычно предметы освещаются у нас спереди мы любим когда нам видно предмет все детальки красивые у нас по цвету когда снимается кино свет ставится на объект чтобы персонажей героев актеров было хорошо видно слышно и только когда есть это особые моменты когда нам например нужно скрыть убийцу в тени или вора или мы не различаем фигуру тогда режиссерки ставят особым образом свет и мы действительно не видим героя персонажем так подсвечивают что рассмотреть его невозможно это не наша сейчас ситуация нам нужно рассмотреть предмет мы изучаем предмет как выглядит его физика и устроение его формы поэтому окей один раз ты поставил свет посмотрел ну как бы надо смотреть и другие варианты если вы увлекаетесь цифровым рисованием хотите связать с этим карьеру или просто рисуйте в свое удовольствие но вам нужна помощь в освоении фундаментальных навыков си джи рисунка то сейчас идет набор по программе база и вы сможете заниматься с преподавателем с ежедневным фидбэком выполнять упражнения для прокачки форм перспективы развивать ощущение пространства также работать с концептом и иллюстрации кликайте на ссылку под этим видео чтобы узнать подробности и пожалуйста не оставляйте заявку пустой обязательно прикрепляйте свои работы для оценки навыков это важно и так что у нас здесь мы будем рисовать еще одну композицию обязательно потому что эту работу я принять как финальную не могу даже с правками но правки будем делать в том числе тоже да наверно ты работал много с другим ракурсом эта фотография была сделана уже после непонятная ситуация у нас с кубом который стоит в основании что с ним происходит почему он такой странный прямой где его боковые стороны вроде как он идет как-то так потом вот так так и куда-то прям под уходит форма как видишь искажена соответственно я примерно набросал как при таком ракурсе будет работать перспектива примерно так потому что у тебя мастерисал по этой фотографии линза исказила фотоаппарата предметы выглядеть коробка будет плюс-минус так как я набросал там есть варианты зависит от ракурса которым ты находишься стоишь конечно лучше фотографировать объекты не сверху лучше ставить цвет на объект удачно сбоку спереди камеру ставить на один уровень с предметами следующий раз делай хорошую фотографию с ракурсом на одном уровне с предметами используя ее как вспомогательный материал потому что ты сам себе жизнь усложняешь вот такими снимками далее начинаются ошибки опять же с перспективой с изометрией при том на референсе все замечательно видно но ты игнорируешь какие-то вещи то есть это о чем я говорила действительно не рассматриваешь изображение действительно детального изучения картинки пока не получается сделать это не твоя вина ты не потому что ты так хочешь это просто мозг еще не привык не перестроился на определенную работу он не настроен видеть действительно и его нужно приучить вот тоже чем мы сейчас и будем заниматься заставлять его видеть например мы смотрим основание губа вот так таким образом у тебя кстати прекрасные фигуры очень фактурные интересные много чего на них можно увидеть классные можно вещи поделать из них ты ориентируешься на то что видишь от не то что додумываешь мозг он хитро очень работает он нам внушает что что он все сам знает что в эта картинка на нее не надо опираться чтобы он то знает лучше как будет вот надо опираться надо смотреть что действительно происходит а не то что мозг себе представил здесь будет вот такое движение видишь мы также смело можем это движение показать здесь у нас идет расширение потому что перспектива так работает так сделано фотография соответственно мы тоже можем что-то расширить и увеличить наш объект далее здесь есть интересный момент что очень много этот затем у нас свежий падает сзади вот он он летит здесь значит по логике все что у нас в противоположную сторону от света будет уводиться в тень все ну как мы уже обсуждали свет сзади картинка спереди вся в тени это и подтверждает падающий тень который у тебя вот здесь вот прекрасно работает все 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 уйдет в день так ты решил вот здесь вот на теневой казалось бы стороне появляются вот такие вкрапления белых белого тона это все потому что у тебя белая поверхность она настолько сильно рефлексирует летящий свет 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 летит 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 отсюда отражается от твоей белой поверхности и начинает разлетаться в разные стороны докуда он только не достает в том числе он достает до вот этого места и именно по этой причине мы будем здесь видеть вот такие белые движения тона мы их можем рисовать для того чтобы сделать нашу картинку более интересной или вы их можем не рисовать понимаем что до общая ситуация это тень но так как рефлексы сильные могут быть какие-то тоновые движения я сейчас вырисовывать не буду потому что это твоя задача соответственно здесь от шарика у нас падающая тень тогда посмотрим она была нарисована нет даты и нарисоваться с падающими тенями все обстоит намного лучше чем с фигурами падающие тени ты улавливаешь обычно с ними наоборот какие-то проблемы да есть ошибки например вот здесь поэтому свет будет заходить вот так тень соответственно будет от этого угла начинаться ну и так далее будет рассеиваться то есть видно здесь у нас на референции что свет вот он действительно сзади летит как ты его и на рисовал он взял и дел и врезался в переднюю часть нашего шара соответственно она подсветилась у тебя тоже она вроде подсвечена неплохо понятно но очень слабо слабо если сравнивать с тоном референция даже вот пипеткой если потыкать тыкнем вот сюда это зона собственно тени видишь где находится тон теперь тыкнем сюда тон гораздо более светлее по факту мы получили что здесь нету собственной тени она пойдет именно поэтому у нас получился не шаг не сфера у нас получился кружок вот как из бумаги вырезает он не имеет объема а именно на собственные тени дают нужный объем соответственно мы должны были контрастно показать вот это место оно самое темное вот она дальше идет по шару да вот здесь вот пошли какие-то рефлексы откуда-то залетают от тех же столов это неважно и здесь выразительный здесь вот у нас особенная форма но это не страшно спокойно работать со своей формой и ракурс такой что шаг нависает у нас здесь вот наши фигуры нависает даже вот нарис этого всего у тебя не показано в принципе та сторона которая должна быть темно на этом кубе она у тебя свет вот на этом кубе абсолютно аналогичная ситуация он вот здесь явно очень темно вот эта вся сторона она погружена во тьму это вина но у тебя нет придом эта сторона она даже темнее чем вот это но у тебя она светлая она такая же светлая как словно вот это место хотя она больше собирает света ведь свет летит хоп-хоп-хоп летит казалось бы он будет покрывать тут какие-то вещи но нет ты не увел его в темноту почему-то почему тут опять же вот это есть движение перспективы видишь вот эта сторона раскрытия больше чем вот это здесь это не видно то есть это я уже подправила здесь тоже просто прямо перспектива не подключена соответственно всю эту красоту по идее надо уводить в темноту здесь у нас явно и вот черная практически черная тень образовалась при соприкосновении двух вот этих плоскостей здесь ее нету раз я и убрала это ее нету соответственно из-за этого потерялась у нас форма здесь вот участок так как у тебя носит пластилина ведь мы сделаны здесь участок потом потемнее это дело у нас наносится суда здесь участок чуть посветлее это дело наносится сверху так соответственно добираем вот тут вот контрастность здесь вот самое темное место мы тут не светится и вы тоже он расставляет таким образом происходит анализ есть вот здесь еще до проблемы со сливом форм нужно это дело разделяет прорисовывать и в чем тут момент что чем больше форм тем сложнее с ними работать потому что они нужно соблюдать расстояние между ними они друг на друга отбрасывает падающий тень у каждого мало там что у каждого своя схема освещения так еще идет взаимодействие предметов поэтому так как у нас пока есть проблемы даже с одним предметом то есть мы не видим что происходит в шаре мы не видим что происходит в кубе то не удивительно что мы тащим ошибки и на композиции с предметов у нас ситуация общем-то не меняется на просто ошибок становится больше и поэтому не бери больше двух предметов тебе это пока не нужно два предмета это наш потолок на текущий момент надо или сделать хорошо чтобы каждый работал попытаться построить с ними какое-то взаимодействие наша задача также приучить глаз видеть действительно и переносить то что глаз видит на холст на это пока все что я хотел сказать по этой работе я тоже конечно же жду работу над ошибками уже все решено надо сделать это повторить сделать аккуратнее удачи я привет падающие тени здесь у тебя очень много мелких движений кисти и за счет этого получается просто долго дим возишься посмотри я я просто выделила форму которая похожа на форму референсы и потом закинула градиент видишь получился фон гораздо ровнее здесь обратите внимание вот у этой тени так вот чем дальше от предмета тем тень будет более размыта то есть вот здесь вот например когда начинается падающая тень она будет иметь практически идеальную форму никакой размытости здесь не будет то есть вот прямо как здесь здесь очень четкая граница здесь же она начинает растворяться грунт скажем так и уходить никуда соответственно чем дальше тем растворение будет более наглядно поэтому опять же нас вариант либо взять мягкую кисть какую-то просто пройтись по этому месту вот в принципе ушло пару секунд но мы уже показали какую-то общую тенденцию да понятно что это можно сделать чуть-чуть аккуратнее если посидеть еще минуту то есть что здесь я работаю крупной кистью обязательно у меня есть области выделила и работаю крупной кисточкой я не ковыряю вот так вот штрихом хотя в принципе это возможно это можно так делать ну просто это будет подольше и в итоге это просто сказывается на стилистику вот здесь сливается фигура с фоном то есть она практически одинаковая по интенсивности тоже так же опять же как это все дело правится выделяется я буду создавать либо слой вот маску такой либо можно просто через control нашу фигурку выделить это неважно ну и дальше я просто рассматриваешь это происходит например я вижу что вот вот здесь вот явно идет какое-то затемнение я попытаюсь это затемнение сюда перенести я перенесла раз и мы сразу отделили нашу фигуру от фона это стало работать лучше вот надо рассматривать внимательный объект проверять себя условно например вот это блик и мы видим что блик на референции у нас вот это белая абсолютно . так что мы сможем смело можем взять и вот эту белую точку 100 перенести а потом смотри от блика идет уходит 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 куда-то вниз тон мы не будем его брать потому что это немного нетипичная картинка бимбочка видимо какая-то торчит и это дает тень за счет этого тактима ну соответственно уже когда ты общую какую-то массу наметил ты можешь просто подправить чтобы сплющенность но это принципе небольшая беда у нас бывают рисунки процессе искажаются это нормально просто если ты что-то видишь либо нужно вот есть такая функция вручения отразит колхоз по горизонтали по вертикали по флиппать это называется для того чтобы глаз размылилась потому что как глаз имеет свойство замыливаться чем больше практики тем меньше будет замыливание вот значит отделили от фона всю эту красоту кубом здесь нету каких-то особых проблем единственное да что вот здесь явно нас тон для очень теплый здесь он посветлее то есть можно это называть сейчас ambient окружена на самом деле это просто день которая появляется когда две плоскости соприкасаются то есть это наша первая плоскость это стол непосредственно вторая плоскость это наш объект вот они соприкоснулись и от них пошла тень проводишь условный вот так ну соответственно работаем также крупной кистью с нашей второй фигуркой раз набросали можно хоть выделить этот объект и естественно это надо будет работать аккуратнее чем я сейчас показ потому что вот когда у нас есть какая-то общая масса выделения объекта нам легче большой кисть видишь какая она большая она как шаг практически наносить какие-то движения хоп 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 и мы уже посмотрим дальше ну вот это похоже на правду не похоже на правду какие места надо доработать получился ли у нас объем получился ли вот здесь у нас в день появилась не появилась а что как у нас выглядит основание ну и соответственно раз 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 у нас уже собралась фигурка общая дальше ее надо дорабатывать и также дорабатывать падающие тени то есть я просто условно выделяю это дело и заполняем темновато и заполняем падающую тень потом сверяю формы смотрю действительно ли так или нет где есть размытость формуле соответствует или не соответствует лежит ли на плоскости маркет не лежит уточняю какие-то детальки чтобы это было не мыльно здесь например явно можно пройтись чуть-чуть и штрихом чтобы дать фактурности вещь фактурности появилась при этом мы не потратили очень много времени здесь появились артефакты из-за того что я делала выделение это просто нравится примерно вот идет работа в таком русле не обязательно с помощью инструмента выделения просто можно делать какую-то базу базис фигурки например да тот же шарик сначала ты его набросала просто вот шарика только не мягкой кистью конечно иначе края не получается вроде похоже пример надо похоже нам отправила и пошла все это дело по цвета тени дорабатывать ну соответственно тут тоже смотришь а вот здесь вот как-то я взяла слишком темным собственную тень меня на референсе такого здесь не было и начинаешь правительственное до что работаешь опять же очень удобно брать выделение всей фигурки и работать именно вот большой кисточкой так потом проверяешь вот этот падает тени опять же соприкосновения будет двух объектов незабываемые такие вещи по отмечать на принципе для везде есть этот день ты ее нигде не теряешь ты в принципе уже ничего не теряешь по ключевым параметрам светотеяния поэтому не расстраивайся тут именно надо набивать руку рисовать рисовать и пробовать разные подходы потому что после того как ты теоретически это дело понял как делается нужно теперь практиковать ты Субтитры создавал DimaTorzok